Господа, гости сегодняшнего открытия. Вот у наступила лучшая часть вечера, а именно его торжественная часть. Главные участники открытия, я попрошу баланс красиво со зрителями составить. В первую очередь я хочу поблагодарить наших уличных музыкантов Константин Кузнецов, Татьяна Барвиш. Они сегодня любезны, не забываем мы их подпадривать бросанием монеток в шляпу, чтобы они чувствовали, что слушают, ценят. И вообще они преподают каждый свой инструмент. Так что если будет вдруг у них не острое желание так же красиво играть в флете, как Татьяна, быть таким же романтичным, как Константин, вы знаете, что делать. Итак, о сегодняшнем открытии. Меня, честно сказать, удивило и обрадовало то внимание, которое проявлено к этой выставке. Мало ли у нас выставок городских пейзажей, но явилось телевидение, явились люди, очень хорошие отзывы людей, которые много видели и понимают живописи. А главное, что здесь в этой выставке есть, это вот цепляющая нота родства. Каждого цепляет что-то свое знакомое. Здесь много видов фуромаша, много центра, много то, чего мы видим каждый день. И вот практика показывает, что люди видят то, что хорошо знают и понимают. И здесь это именно то. И позиция этой вот Галины гражданская, она какая-то вот понятная и близкая во многом. Вот чрезвычайно интересно было наблюдать, как романтик пейзажной живописи, известный всем своими прекрасными полянками, опушками, соснами, там, золотистым светом, вдруг берется за социальные темы, делает какой-то жанр, делает вот одиночество в городе, очень точную цепляющую работу. И Баландин Андрей тут подметил, я просто не буду себе чужих заслуг присваивать, но очень точно, что Галина, видимо, как автомобилист, делает машины так, что можно узнать марку. И от этого единственный из живописцев, который пишет автомобиль, это так, что узнается марка. И мне вот это кажется, именно причиной этой достоверности, мы же тоже хорошо вот в этом именно. Для нас автомобиль это часть такого же пейзажа, как лесная птичка там или еще что-то. Это вот наше окружение, то, в чем мы живем. И вот такие вот романтические, как это что-то про любовь, как это любовная история. Мне вот так вот эта картина цепляет за сердце, и она не спасал нас, стоит в центре экспозиции. Это уралмашевский дворик, это всем известная история, это то, что мы когда-то видели, знаем, понимаем. И вот тут вот это налепшее на колесо листва, оно даже пахнет. Скоро нас все это ждет, мы все это будем видеть. Мне кажется, что это может стать таким хорошим опознавательным знаком для Галины, которая из тебя, как городской пейзажист, еще только ищет. Она всего два года эту тему разрабатывает. И чрезвычайно любопытно посмотреть, вот даже по датам, как продвигается в нее эта сюжетная линия. Выставка получилась очень насыщенная, плотная, эмоциональная. И я даже удивлена, как люди, которые просто проходят мимо, и зрители выходят, они прямо кидаются писать отзывы, что-то их так вот за живой нерв цепляет. Это нечасто бывает, когда окна далекой от академической живописи, люди реагируют. Это очень приятно. Эдуард Артурович, наш директор, тоже хотел бы сказать два слова. Здравствуйте. Рад всех видеть на этом празднике. У нас эта выставка Галина Первая. Вот персональная, ну у нас, в нашем зале, да, мы очень рады. Потому что давно присматривались к этому художнику, видели фрагменты. Но вот когда собрали все, все от зала, нам, можно сказать, открыли для себя художника. Значит, и хорошо можно посмотреть, что художник от судьбы уйти не может. Как бы он ни метался, чем бы ни занимался, в конце концов он приходит к тому, к чему душа его способлена. И я считаю, что Галина нашла свой язык в изображении нашего города. И именно это людей и задевает, потому что многие вот эти вот картины перед нами проплывают каждый день. И мы скользко их мимо себя пропускаем. А здесь вот именно фокусируемся на том моменте, который для человека важен. И он даже не знает, что он важен, пока вот художник не преподнес на блюдечке, не показал, что вот, да, вот это вот вы любите, смотрите. И человек благодарен, зритель, поэтому, я думаю, поэтому и любят эту живопись. Мы очень рады сотрудничеству. Действительно, было очень много уже отзывов, пока делалась экспозиция. Действительно, люди очень реагировали. Это радует и удивляет. Спасибо. Спасибо. Во-первых, большое спасибо, что все пришли. Ну, многие пришли, которые были приглашены. Вот, ну, конечно, это первая выставка в этих стенах. Прекрасная галерея Толи. Очень хорошая гармоничная галерея. И мне давно хотелось здесь выставку сделать. Ну, вот так как бы, так, с хорошей темой, с хорошей подачей. Ну, вот это, в общем, как бы...